Добрый день, меня зовут Роман Задойнов, я профессиональный юрист, адвокат, и сегодня я хочу поговорить о Европейской Конвенции по правам человека, что это за документ, когда он был принят, с какой целью он был принят, и как правильно его применять. Европейская Конвенция по правам человека. Она была принята в 1950 году в Риме, странами Совета Европы, была подписана и вступила в силу в 1953 году. Естественно, что по годам вы могли уже понять, что речь идет о времени после Второй мировой войны, после окончания Второй мировой войны. Люди были в шоке от тех преступлений, которые творились во время Второй мировой войны, то, что творили фашисты. И в результате этого, в результате того, что было обнаружено очень много тяжких нарушений права и свобод человека, люди решили, что нужно создать какой-то инструмент международный, эффективный инструмент, который мог бы защитить людей от такого беспредела. И, естественно, что до того времени эффективных международных инструментов на самом деле не было, были декларативные международные документы. И только после Второй мировой войны политики, юристы, ученые, просто люди поняли, что нужно создать такой документ, такой механизм, такой инструмент международной защиты, который бы в полной мере защищал и гарантировал основные права и свободы любого человека. Именно в этот период были приняты декларации прав человека, всеобщая декларация, но которая носила и носит, в принципе, больше декларативный характер, потому что не предусматривает какого-либо эффективного механизма защиты тех прав и свобод, которые предусмотрены в этой декларации. Европейская конвенция же по правам человека – это совсем другой документ, международный документ, который предусматривает ряд средств, эффективных средств правовой защиты и контроля за соблюдением Европейской конвенции по правам человека. Другими словами, именно начиная с Европейской конвенции по правам человека, ученые создали такой эффективный инструмент, такой эффективный механизм, который позволил людям на практике ощутить эту конвенцию, позволил ощутить те права и свободы, которые предусмотрены в этой конвенции и получать все блага от существования этого международного документа. Для того, чтобы понять Европейскую конвенцию по правам человека, мои объяснения будут в основном направлены на понимание того, что в ней написано, для чего эта конвенция была принята, как ее интерпретировать. Так вот, для того, чтобы понять эту конвенцию, нам необходимо в первую очередь обратиться к ее преамбуле. Это предыстория самого документа. Это именно та шапка, которая находится перед Европейской конвенцией, где страны, подписавшие эту конвенцию, предусмотрели те цели, это очень важный момент, те цели, для которых эта конвенция была создана, и что наиболее важно для меня, как для юриста, это то, что именно в преамбуле предусмотрено, каким образом эту конвенцию нужно интерпретировать. Вот эта преамбула Европейской конвенции по правам человека, она относится ко всей конвенции, абсолютно, от начала до конца. Она относится ко всем правам и свободам человека, предусмотренным в этой конвенции и в протоколах к ней. Поэтому для того, чтобы понять, для того, чтобы правильно интерпретировать Европейскую конвенцию по правам человека, вы должны в первую очередь ознакомиться с ее преамбулой, внимательно изучить преамбулу, прочитать эту преамбулу, и только после этого у вас появится возможность правильно понимать то, для чего эта конвенция была создана, и что самое главное, как правильно ее интерпретировать и как правильнее ее применять. Итак, у меня в руках преамбул Европейской конвенции по правам человека, и я хочу зачитать вам некоторые аспекты этой преамбулы, для того, чтобы вы лучше могли понимать, как ее читать. Итак, считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между странами и его членами, и что одним из средств достижения этой цели является защита и развитие прав человека и основных свобод, подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, которые являются основой справедливости и всеобщего мира, и соблюдение которых наилучшим образом обеспечивается, с одной стороны, подлинно демократическим политическим режимом, и с другой стороны, всеобщим пониманием и соблюдением прав человека, которым они привержены. Итак, давайте определимся, что хотел Совет Европы передать вот этими вот первыми строками, считая, что целью Европы является достижение большего единства между его членами. Это очень важный аспект. Почему? Потому что Европейский суд по правам человека, когда мы будем изучать его судебные решения, состоящие из профессиональных юристов, считает, что именно этот аспект достижения большего единства между его членами обеспечивает наиболее эффективное применение прав и свобод человека, а также интерпретацию Европейской конвенции для того, чтобы существовала правовая определенность на территории стран Совета Европы, правовая предсказуемость того, каким образом должны применяться основные свободы и права человека. Это очень важный аспект. Правовая определенность, правовая стабильность, правовая предсказуемость на территории стран Совета Европы, является необходимым элементом демократического общества. Именно этот аспект помогает людям правильно ориентироваться в своих правах, в своих свободах, в своих действиях и бездействиях, позволяет им правильно понимать, что они могут делать, а что не могут делать. В противном случае получается хаос, получается правовая неопределенность, непредсказуемость, и люди начинают терять ориентацию в своих правах, в своих свободах, что можно, что нельзя. Это ненормально для демократического общества. Поэтому этот элемент достижения большего единства между его членами, между его государствами Совета Европы, очень важный аспект, который мы будем впоследствии применять, я буду его повторять постоянно, для того, чтобы правильно интерпретировать всю Европейскую Конвенцию по правам человека и те права и свободы, которые в ней предусмотрены. И что одними средствами достижения этой цели является защита и развитие прав человека и основных свобод. Вы видите? Одним из средств достижения этой цели цель, какая цель? Достижение единства между странами Совета Европы является развитие прав человека и основных свобод. Не забывайте об этой части преамбулы, она очень важная, и мы будем к ней потом возвращаться, и вы должны будете к ней возвращаться, тогда, когда у вас будут возникать вопросы, а как правильно интерпретировать ту, либо иную статью Европейской Конвенции по правам человека.